Открывая заседание сессии парламента, спикер Валерий Кварчия выразил надежду, что проект государственного бюджета будет принят в первом чтении, так как накануне в парламенте состоялось подробное обсуждение закона проекта. Проект поступил в парламент 17 ноября. С тех пор практически ежедневно в парламенте происходит обсуждение данного проекта. Вполне было достаточно, чтобы комитет рассмотрел и предложил его принять в первом чтении или отказать. Вице-премьер министр финансов Дмитрий Сериков подробно рассказал о статьях доходов и расходов главного финансового документа страны. Министр подчеркнул, что с момента представления бюджета была проведена огромная работа. Каждая цифра была обсуждена и проработана. Общий объем бюджета по доходам на 2018 год составляет 9 млрд 501 млн 746 тысяч рублей и по расходам 9 млрд 602 млн 157 тысяч. Таким образом бюджет дефицитный. Источником финансирования дефицита, а это порядка 100 млн рублей, обозначены кредиты Национального банка, а также возврат бюджетных кредитов, предоставленных ранее юридическим и физическим лицам за предыдущие 10-12 лет. Государственный бюджет Республики Абхазии на 2018 год изменяется относительно 2017 года на 656 млн рублей. При этом собственные доходы сокращаются на 232 млн рублей. Собственные доходы государственного бюджета в 2018 году планируются на уровне 5 млрд 209 млн и 0,6 млн рублей. Безмозвездная помощь РФ планируется на уровне 4 млрд 292 млн рублей и сокращается относительно 2017 года на 424,6 млн рублей. При этом из 4 млрд 292 млн рублей 1 млрд 620 млн составляет инвестиционная программа и 2 млрд 670 млн рублей составляет текущее финансирование. Основные параметры Республиканского бюджета. Доходы планируются на уровне 7 млрд 432 млн рублей, расходы на уровне 7 млрд 527 млн рублей. Дефицит Республиканского бюджета составляет 95 млн рублей. Напомню еще раз, что государственного бюджета 100 млн. Помимо дефицита Республиканского бюджета также планируется дефицит в размере порядка 5 млн рублей по бюджету Сухумского района. В бюджете Республики Абхазия на 2018 год планируется направить за счет источника финансирования бюджета 76 млн рублей на покрытие основной суммы двух наших кредитов перед Российской Федерацией. А на обслуживание процентов по этим двум кредитам планируется направить 41,2 млн рублей. По состоянию на 1 января совокупная задолженность по двум нашим кредитам, то бишь я напомню по железнодорожному кредиту и по субординированному кредиту, на 1 января составит 1 млрд 567 млн рублей. Преимущественно все дотации, которые предусмотрены в республиканском бюджете, направлены на поддержку местных бюджетов, а также на финансирование заработной платы в бюджетной сфере, таких как сфера образования, здравоохранения и культура. Объем дотации составит порядка 640 млн рублей. Впервые в 2018 году предусмотрено финансирование участия абхазской делегации в женевских дискуссиях. Вице-премьер Беслан Эшба обратил внимание депутатов на цифры по инвестпрограмме, так как в 2018 году идет сокращение средств. Большое разъяснение хотелось дать по цифрам инвестпрограммы, потому что звучало, наверное, на завещании, что идет сокращение в 2018 году. Если вы помните, когда мы здесь с вами заседали, мы вам говорили про инвестпрограмму, она была в сумме 6 млрд 300, там, с небольшим, 6 млрд 300 миллионов рублей. Они были разбиты на 3 года, 2018, 2018, 2019 год. Встал вопрос о компенсации финансовых средств за электропотребление, которое мы потребили в этом году в тяжелую зиму. Надо было за это заплатить 550 млн рублей, что мы сделали. Получая при этом результат инвестпрограммы в 1,5 млрд, правительство рассмотрело этот вопрос и предприняло определенные действия для увеличения в этом году инвестиционной программы. В результате мы получаем в этом году 2 млрд 585 млн рублей, а остаток суммы был перераспределен на следующие 2018-2019 годы. Вот поэтому получается суммарно мы в 2018 году, как бы так выходит по цифрам, что сокращается, но она в итоге не сокращается, а смещается в сторону увеличения на те периоды сейчас, о которых было сказано. Такую работу мы планируем продолжить и в 2018 году, будем предлагать российской стороне. У нас есть такие предварительные договоренности, если мы будем успешно реализовывать инвестиционную программу, то у нас есть такая возможность перераспределить финансовые средства 2019 года на 2018 год. Но результат этой работы вы увидите, когда придет бюджет 2017 года с корректировкой. Председатель Комитета Народного Собрания по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр отметила, что комитет рекомендует принятие бюджета в первом чтении. Во втором чтении будут внесены дополнения и поправки, которые уже прорабатываются, подчеркнула она. Список, перечень уже предварительный есть, поэтому заключение комитета, просьба поставить на голосование и в первом чтении принять данный законопроект. В итоге 27 голосами «за» и «тремя против» государственный бюджет республики на 2018 год был принят в первом чтении. Также в первом чтении депутаты приняли проекты законов о бюджетах пенсионного, дорожного фондов, фондов обязательного медицинского и социального страхования, фонда репатриации и государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.